Всем привет! Я Роберт Шафер, руководитель производства линейки яхт Benito Trauler. Добро пожаловать на Grand Trauler 62. Это новый флагман линейки траулеров Benito 2022 года, которая включает пять яхт длиной от 35 футов до 62 футов. В основе моделей Grand Trauler 62 лежат уже зарекомендовавшие себя ключевые характеристики линейки свифт траулеров – мореходность, лёгкое перемещение на борту, неустаревающий дизайн и практичная функциональность. Grand Trauler 62 обладает эффективным водоизмещающим корпусом с великолепными мореходными качествами, который обеспечивает исключительную автономность в режиме от 8 до 12 узлов. При необходимости двигатели способны разогнать яхту до 20 узлов. Вы увидите, что мы максимально задействовали пространство на борту. Водоизмещающий корпус шириной 5,45 метра позволил разработать очень удобную, наполненную светом и воздухом планировку, которая создаёт атмосферу сдержанной роскоши и комфорта. В кормовой части палубы находится купальная платформа. Полезная площадь составляет 5 метров в ширину и 1,60 метра в глубину. Допустимая нагрузка при перевозке тендера 400 килограммов. По левому борту расположены складные ступеньки. Также на платформе есть складные колодки для надувной лодки и проушины. Трап для гупания расположен по правому борту. Обратите внимание на поперечную ступеньку во всю ширину яхты, на которой я сижу. Она служит прекрасным местом отдыха и в то же время позволяет беспрепятственно перемещаться по корме во время спуска лодки на воду. Люк по левому борту ведёт в кладовую и машинное отделение. А по правому борту находится локер с кабелем берегового питания, шлангом для мытья палубы и горловиной для залива пресной воды. Под трансовой калиткой по правому борту прячется выдвижной трап длиной 3 метра 35 сантиметров, а рядом с ним в боковом проходе находится трансовый душ. А это кормовой кокпит. Прозрачный трейлинг во всю ширину завершается тиковыми перилами, а справа и слева от него расположены стеклянные раздвижные дверцы, которые являются уникальной особенностью этой яхты. Команда Nota Design создала это открытое пространство, чтобы вы могли наслаждаться морем. Мы называем его морская терраса. Обстановку дополняет Г-образный диван и складной столик, расположенный позади меня. В рундуках под сидениями хранятся два спасательных плота на 8 человек, и эта опция является обязательной, если вы выбираете модель с краном на флайбридже. По левому и правому борту расположены вместительные рундуки для канатов и опциональные валы лебедок. Калитки фальшбортов имеются с левой справа, а в полу кокпита вы найдете дополнительный люк в кладовую. Рядом с лестницей, ведущей на флайбридж, расположена панель управления трапом и подъемником для тендера, а также джойстик третьего поста управления. По периметру навеса идет отсек для хранения чехла на кокпит. В нем есть окошки и сегменты с сеткой. Обратите внимание на поручни над головой и колонки. Вот мы и на главной палубе. Ее общая площадь составляет 31,5 квадратный метр. Пройдя через раздвижные двери по левому борту, мы найдем большой и удобный пообразный диван, рассчитанный на 8 человек, и кофейный столик в центре. На потолке установлены деревянный декоративный карниз, колонки и поручень. По правому борту, рядом с раздвижными дверьми, расположены выключатели, панель управления стереосистемой Fusion и длинный вместительный буфет. Ближе к корме находится винный шкаф на 23 бутылки. Ближе к носу выдвижной холодильник объемом 95 литров. Далее отсек для хранения посуды и подъемный механизм для 50-дюймового телевизора. А ближе к центру салона расположен отсек, в котором находится устройство для выключения подачи топлива, ручной огнетушитель и точки электропитания для настольных ламп. Вместо центральной секции буфета, напротив большого дивана, также можно установить двухместный диванчик. Что касается декора, этот интерьер отделан матовым дубом. Также доступна опция напольного покрытия из белого дуба. На окнах установлены деревянные жалюзи из темного ореха и темно-серые стойки. Все деревянные изделия также доступны в версии из ореха. Здесь, чуть ближе к носовой части палубы, расположена обеденная зона. По обе стороны прохода установлены буфеты, в которых можно разместить посуду, приборы и бокалы Вильрой-Бох, и которые очень помогут при обслуживании обеденной зоны. Вот и сам обеденный стол. За ним с комфортом могут разместиться 8 человек. Под сидениями вдоль борта находятся рундуки для хранения четырех складных стульев, которые также можно использовать в кокпите и на флайбридже. У столешницы есть три положения. Для переходов, когда она задвинута со стороны правого борта, так что становится доступен поручень. Положение, когда она полностью выдвинута в сторону левого борта и открывает доступ к рундукам и стульям, а также центральное положение, как сейчас. Напротив обеденной зоны расположен камбус. Как видите, одна из возможных конфигураций с раздвижной дверью и стеклянными окнами, отгораживающими это пространство. К полноразмерному холодильнику объемом 255 литров примыкает четырехкомфорочная индукционная плита. Над ней установлена вытяжка и шкафчик, а под ней находится многофункциональная микроволновая печь объемом 40 литров и полка для бутылок. К боковой двери камбуза примыкает обширная рабочая поверхность с раковиной и контейнером для мусора. Поверху идут многочисленные полки и шкафчики, а внизу также есть место для посудомоечной машины. Итак, мы с вами находимся на главном посту управления. Кресло рулевого расположено на центральной оси яхты. Ветровое стекло имеет в ширину два с половиной метра. На приборной панели можно установить три 16-дюймовых дисплея. По правую руку от рулевого колеса расположены рукоятки двигателей, джойстик Aventix, панель управления яхтой от Benito, УКВ-радио, транспортные плиты и опциональный гироскоп. По левую руку находятся выключатели, автопилот, панель управления подруливающими устройствами, утопленные рабочие поверхности, зарядные устройства и отсеки для хранения. Удобное кресло рулевого сдвигается вперед и назад. Оснащено подлокотниками и подъемным валиком. Как видите, у нас есть возможность установить еще одно кресло для помощника рулевого. Вдоль левого борта стоит диван, достаточно длинный, чтобы можно было прилечь. Кроме того, это отличное место для общения во время длительного перехода. Сразу за постом управления по левому борту находится лестница на флайбридж. А в носовой части, справа, находится боковая дверь на палубу и ступеньки, ведущие на нижнюю палубу. Таким образом, пост управления становится центральным пунктом ваших перемещений на борту, что, безусловно, очень удобно. Как я уже говорил, справа от поста управления расположена лестница на нижнюю палубу. В верхней части лестничного пролета вы найдете шкаф, в котором находятся панели распределения переменного и постоянного тока. В коридоре внизу находится люк для доступа к насосам, водонагревателю и баку для сточных вод. Итак, перед нами каюта владельца при трехкаютной планировке. Она занимает площадь 14 квадратных метров. При входе в каюту имеется небольшая прихожая и дверь в собственный санузел по правому борту. По центру каюты установлена кровать длиной 2 метра и шириной 1,7 метра. По бокам есть прикроватные тумбочки. Кровать оснащена подъемным механизмом и вместительным ящиком для белья. По правому борту расположен большой шкаф, в котором также есть место для сейфа с цифровым замком. Справа установлен угловой шкафчик, слева – гардероб. Непосредственно под джалюзи есть дополнительные шкафчики, открывающиеся сверху. По левому борту находится туалетный столик с табуретом. В центральном отделении есть зеркало и отверстие для проводов, а также место для зарядки ноутбука. На переборке по левому борту есть место под 50-дюймовый телевизор, а с правой стороны прихожей находится дверь в санузел. В этой ванной комнате установлены столешницы кори, раковина Велерой Бог, электрический туалет, а также отдельная душевая с тропическим душем. Мы с вами находимся в носовой VIP-каюте. Возле широкого бокового окна установлена двухспальная кровать длиной 2 метра и шириной 1,55 м и прикроватной тубочки. Они все расположены под углом и обращены к боковому окну по правому борту. Кровать можно легко обойти со всех сторон. Вдоль правого борта установлен невысокий шкаф с полками и опциональный подвесной телевизор. В носовой части каюты имеется гардероб. Кровать можно поднять с помощью газовых упоров и получить доступ к ящику для хранения, а также носовому подруливающему устройству и аккумуляторам. В правой части каюты расположен собственный санузел со столешницей кори, раковиной Велерой Бог, электрическим туалетом и отдельной душевой. Обратите внимание, при четырехкаютной планировке эта каюта становится каютой владельца. Что касается декора, каждая каюта отделана матовым дубом и панелями холодного белого оттенка, а также венецианскими жалюзи более теплого белого цвета. На пол положен ковролин светослоновой кости. Все вместе эти материалы формируют спокойное и умиротворяющее пространство. В качестве альтернативы дубу также доступен орех. Сейчас мы находимся в гостевой каюте по левому борту. Под широким боковым окном установлены две односпальные кровати длиной 2 метра и шириной по 75 сантиметров, между ними тумбочка. При необходимости вы можете положить между кроватями специальную панель, которая хранится под левой койкой, и у вас получится широкая двуспальная кровать. В передней части каюты есть вместительный гардероб. Под ним шкафчик с полками. В каюте есть отдельная дверь в собственный санузел. Еще одна дверь ведет из общего коридора. В санузле вы найдете столешницу Кориан, раковину Виллерой-Бох, туалет с электросмывом и душевую кабину. Для кают в кормовой части также предусмотрена так называемая четырехкаютная конфигурация. Эта альтернативная планировка подразумевает две примыкающие друг к другу каюты в корме с раздельными кроватями 2 метра на 75 сантиметров и панелями для их переоборудования в двуспальные. В каждой каюте есть шкаф и гардероб, а общий санузел, куда гости попадают через собственный отдельный коридор, располагается по правому борту. А сейчас мы с вами находимся на флайбридже. Его площадь превышает 34 квадратных метра. В носовой части по левому борту находится люк, отделяющий лестницу на главный пост управления. По правому борту вы найдете лежак для загорания, частично попадающий под навес. Далее идет пост управления, с которого открывается великолепный панорамный обзор. На консоли могут поместиться три 16-дюймовых дисплея, а джойстик Aventix, расположенный непосредственно рядом с рукоятками двигателей, значительно упрощает швартовку. При желании вы можете установить дополнительное кресло помощнику рулевого. Напротив находится Г-образная зона отдыха, незаменимая во время длительных переходов. Сразу за ней, вдоль левого борта, располагается полноценная P-образная обеденная зона со складным столом на 8 человек. А прямо напротив нее мы установили вэт-бар для обслуживания гостей за столом. Он оснащен выдвижным холодильником объемом 65 литров, грилем, раковиной, полками, контейнером для мусора и опциональным льдогенератором. В кормовой части Флайбриджа находится лестница в кокпит и есть место для крана грузоподъемностью до 400 кг. В палубу встроены 4 проушины, а дилер устанавливает колодки в зависимости от модели тендера или гидроцикла, которую выберет покупатель. Если крана здесь не будет, этот цоколь станет местом для спасательного плота на 16 человек. А на площадке можно поставить шезлонги, на которые будет падать тень от тента Би-мини, установленного над кормовой частью Флайбриджа. Т-топ оснащен колонками и может быть оборудован сдвижным софт-топом с электроприводом, солнечными панелями и выкрашен краской цвета серый металлик. Итак, мы с вами находимся на фордеке. В его передней части находится большой лежак с регулируемыми подголовниками и подстаканниками с обеих сторон. С внешней стороны имеется рундук для четырех кранцев, а перед лежаком есть диванчик с регулируемой спинкой, подстаканниками и углублениями для книг и закусок. Так что здесь вы сможете великолепно отдохнуть, а вечером насладиться аперитивом или дежестивом. Обратите внимание, в этих углублениях также предусмотрены места для крепления тента, который обеспечивает тень над всей этой зоной. Когда Би-мини не используется, его можно свернуть и скрыть под навесом над ветровым стеклом. На носу можно установить дополнительную лебедку, а в фальшборд встроены колонки. Носовой рундук вмещает четыре кранца, стойки для тента Би-мини, шланг для мытья палубы, пульт управления якорной лебедкой и веревочную лебедку. В рундуке по левому борту хранятся два дополнительных кранца. За декоративной панелью и стиковых рейк спрятаны прозрачные двери, которые защищают от ветра кормовую часть кокпита во время якорной стоянки. Проходя вперед по хорошо защищенным боковым палубам под навесом, мы видим технические локеры с горловинами для заливки топлива и воды, а также отверстия для сброса сточных вод. Затем идет боковая дверь главного поста управления и швартовные утки. В корме яхты имеется кладовая, в которую можно попасть с купальной платформы через люк по левому борту. На внешней стороне лестницы есть шкафчики, а внизу можно установить стирально-сушильную машину. Ступеньки поднимаются, и вы получаете доступ к аккумуляторам кормового подруливающего устройства и зарядному устройству. Туалет и душевая были намеренно отделены от каюта экипажа, чтобы ими могли пользоваться не только члены экипажа, но и гости, которым после купания не придется заходить в основные жилые помещения. По правому борту располагается двухместная каюта экипажа с двумя койками, гардеробом и системой хранения. Под нижней койкой предусмотрено место для опреснителя мощностью 100 литров в час. А это машинное отделение. Сюда можно попасть из подсобного помещения. В носовой части слева и справа установлены топливные баки объемом 1935 литров, что в общей сложности дает 3870 литров. Баки оснащены стандартными датчиками МА, фильтрами генератора и опциональными топливными фильтрами с обратным клапаном. Между топливными баками подвешен гироскопический стабилизатор быстрого действия. Предусмотрено место для генератора Onan на 4,5 киловатта или Fisher Panda 25i, дающего 220 вольт. Внизу между двигателями под рифленной пластиной расположены 4 аккумулятора AGM для двигателей и 6 бытовых аккумуляторов по 140 Ач. На борту установлены двигатели MAN i6 мощностью 730 лошадиных сил. Они установлены в соответствии с золотым стандартом MAN, что дает нам пятилетнюю гарантию. Рядом с правым двигателем находится аккумулятор генератора, распределительная коробка аккумуляторов, над ним термовыключатели высокой нагрузки, а еще выше процессор джойстика Aventix. Затем идут два зарядных устройства по 40 ампер, инвертор на 2000 ватт, драйвер стабилизатора, переключатель берегового питания, воздухозаборники и подводная выхлопная система. Такие же воздухозаборники и выхлопная система расположены симметрично у левого борта. А ближе к корме находится кондиционер Dometic переменной мощности, а рядом с ним предусмотрено место для дизельного нагревателя Webmaster. Я очень надеюсь, что вам понравился наш тур по Grand Trailer 62. С нетерпением ждем нашей следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok